Мы каждый день работаем на линии фронта. Все эти дни войны, с первого дня, каждый день мы на передовой, на нуле. Мы вывезли огромное количество людей из Мариуполя и вот тут с линии фронта. Ежедневный фронт помощи с раннего утра и до поздней ночи. На огромном складе десятки людей. Это помещение между собой называют улей. Именно отсюда начинается волонтерский путь на линию огня. Каждый день не только этой машины и всех остальных. И еще эвакуация людей тоже у нас происходит. Каждый день мы грузим, получаем, отправляем, отвозим, вывозим гуманитарную помощь людям везде. Глебу 18. Он почти месяц был в Мариуполе. Во время блокады города под обстрелами старался помогать другим. Вспоминает, украинские военные делились продуктами и водой. Он развозил их на велосипеде в разные районы города. Каждую неделю я ездил, забирал, грузил. Были обстрелы. Приходилось даже ложиться на пол. Но страшно было, да. Но я понимал, что на мне лежит ответственность принести детям, людям еды. Гуманитарную помощь сюда доставляют из разных уголков Украины. Есть гуманитарка из Европы. Все, что необходимо, сразу же везут на фронт или в прифронтовую зону. У каждого волонтера свои личные счеты с войной. Слепая семейная пара. В Мариуполе в их квартиру пробрался наш сотрудник и нашел обгоревшие тела. С вероятностью 99% это мои хорошие друзья. И рядышком их мама, вероятно, старушечка. Погибла одна из моих приемных дочерей. Три недели назад из российского танка в Мариуполе была расстреляна квартира, в которой находилась моя дочь. Продукты, вода, теплые вещи, генераторы, пауэрбанки. Волонтеры реагируют на просьбы военнослужащих мгновенно. Однажды ко мне приехал наш капеллан и попросил срочно приобрести резиновую женщину, подвергнув меня абсолютному шоку и потом уже добавив, что снайперы просят. Такой отмелькающий маневр. Здесь же комплектуют и мобильные аптечки. Провизоры из Запорожья отбирают самое необходимое. Их доставляют в больницы, медицинские пункты и на линию фронта. Готовим готовые наборы на передовую людям, нуждающимся в лекарствах. У нас очень большой перечень лекарств. Антибиотики, противовоспалительные нестероидные, жаропонижающие, очень много перевязки, мази. То есть все же необходимое, все есть. Сейчас в Мариуполе, родном городе Геннадия Махненко, продолжаются активные боевые действия. Уже уничтожено 90% инфраструктуры. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко из Запорожья. Специально для информационного марафона Freedom телеканала Юлия.